С нагодой международных жанушек дня, лепших представниц сопротивленных коллективов, повиншовало и областное объединение профсоюзов. Людмила Салдина расскажет подробнее с ней. У областного палаца культуры профсоюзов атмосфера свята отчувается уже на порозе. И створали ей сами виновницы урочистости. Тем самым, у которой раз уже створчают же, жанчине подуладно все. И каску, и радость, и счастье я наздольно зарабить своими руками, и поделиться ими с усими, кто побоч. Из войлока можно сделать все буквально. И ограничивается это только своей фантазией. Можно одеться с ног до головы, можно создать предметы интерьера. Когда горишь желанием, когда видишь образ, тогда все получается. Весной на первые дни свята головные маты уже ночных фантазий, конечно, не кветки. Самые розные, яскравые и пяшчетные. Это уже новые тюльпанчики пошли. Тюльпаны, мимозы. То есть, как бы сейчас не делаешь цветы, которые осенние, типа хризантем и другие. Сейчас идет весна, хочется каких-то разноцветностей, какой-то весенней радости. Свято организованное у фойе жанчинами-майстрыгами плавно перейшло на сцену концертной залы. На урочистое мероприемство были запрошены каля 600 представниц пригожего полу. Жанчины, якие проявили себе и на вытворчестве, и в громадском житии, и в профсоюзной деятельности. В РЭСской областной организации профсоюзов сегодня наличивает свыше 500 человек. Ее большую частку, 60%, складают жанчины. Может быть, больше – это не самое главное. Жанчины составляют лучшую часть профсоюзной организации. И лучшую, потому что, ну, наверное, они все-таки лучше трудятся на своих рабочих местах. Особенно, если говорить о таких социально важных отраслях, как образование и наука в этом профсоюзе. Профсоюзе работников здравоохранения, работников легкой промышленности. Для усіх жанчин, швачек и доярок, наставницы медсестер, продавцов и библиотекаров со сцены гучали самые щирые слова поддяки, пригожие веншаванни и, конечно, песни, лейтматы у яких у гэтей дни один. Пригажей за жанчину никого не ма. Людмила Салзин, Александр Кривецкий, областные новины, Прест.